И снова всем здравствуйте, друзья! Сегодня вторая часть моего видео обо мне любимой, о моём дне рождения, о моей сестре, о моей семье, всех, кого интересует эта тема. Пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, я продолжу. Я продолжаю прогулку по городу Каус опять. Мы побываем не только в центре, но посмотрим немного также и набережную, и вокруг. Тут ещё яхт-клуб с замечательными яхтами. Чтобы уже не отвлекаться, я вам это сразу всё, друзья, говорю. Ну и я остановилась на том, что я хотела вам показать свою первую фотографию. Только, пожалуйста, не пугайтесь, друзья! Вот это я такая! И это май месяц 1957 года. Жуть скромешная! И мне здесь два с половиной. Эта фотография, конечно, просто шедевр! Я её обожаю! Вы посмотрите на эти сбитые ботинки у меня на ногах, чулки, которые спущены, одна резинка, видно там, да? То есть понятно, что никаких колготок там ещё в помине не было. Чулки с резинками двухлетние дети носили. Но и это сзади меня, посмотрите, барак. Самый натуральный барак. Потому что эта фотография сделана в посёлке Кундыш, Медведевского района, республика Мэриэл, Йошкар-Ала. Это этот посёлочек малюсенький, с бараками. Он и тогда, в 1957 году был такой. И сейчас, вот я нашла фотографии этого посёлка, там сейчас проживает в настоящее время 36 человек. Представьте себе! Там нет ни отопления стационарного, ни газа природного, конечно же, нет. Нет даже центрального водоснабжения и канализации. Этот посёлок стоит на красивейшей реке Кундыш. Я вам её показываю. И большой Кундыш. Очень красивые места. Но вы представляете, что как там можно вообще жить? Дай Бог, что там у них ещё есть электричество. Так странно то для меня, что ведь не так и далеко находится этот Медвежий угол, в полном смысле слова. Он находится в 750 километрах от Москвы. По нашим огромным меркам российским, это не так и далеко. Но вот такой Медвежий угол в Медвежьем районе он и остался. Я удивляюсь, каким ветром туда занесло моих родителей. У нас с собой двух малюсеньких детей. Мне два, сестре четыре. Вот это мы здесь с сестрой. Я извиняюсь за качество фотографий. Просто мне их перефотографировала сестра и прислала. И тоже это фотографии, конечно, обалденные. Вот мы с ней стоим, у нас в руках ничто иное, как крышки от гуталиновых таких коробочек с кремом железные. Помните, плоские такие были? Вот у неё половинка, у меня половинка. И посмотрите, мы стоим за руку, держимся. Это тоже песня, потому что всегда я свою сестру считала старшей. И всегда мы ходили за руку. Она такая малюсенькая, уже несла за меня ответственность. Это вот с отцом мы тоже, посмотрите. Всё ещё с этими крышками своими в руках. И фотографии одного и того же дня. Потому что не особенно было много желающих фотографировать. Вот это мы уже с мамой. Уже, наверное, лето. Та же самая стена. И посмотрите, как интересно, мы с ней в одинаковом платье. В одинаковых платьях, помню, они были зелёные и они одного размера. Хотя мы с ней, вот видите, на голову разница. У неё это платье уже ношеное, выгоревшее, а у меня новое, только на деле. Но оно и всё равно мне большое, потому что видно, что не было других размеров. Ну вот, что в сельпо завезли, то и купили. Мамочке моей здесь 25 лет. Отцу было на тот момент 29. Вот такие молодые мои родители, красивые. Фотографиям этим я очень рада, что они сохранились. И я ещё хочу вам немножко рассказать предысторию. Она была записана раньше, когда я гуляла здесь с вами по лесу. И давайте послушаем. Как-то я никогда не задумывалась, а почему я так люблю лес. И в трепет меня приводит вот это вот пение птиц. Лесные шорохи, запахи лесные. И когда я впервые приехала в лес, огромный, девственный лес, когда я по распределению попала в Архангельскую область. Вернее, я попала в Архангельск, да ещё и в проектный институт работать. И сидела бы там и работала за столом, проектировала бы какие-то участки, не знаю. Но как? Раз уж я приехала в этот край лесной, меня потянуло просто. Я сама напросилась в отдел изысканий. Вот не геодезические изыскания у нас были, а у нас были изыскания по отбору участков мелиорации. Я, по-моему, тоже об этом немного рассказывала в самом начале. Но сейчас я ещё раз повторяю, у меня много новых зрителей, поэтому я расскажу опять. Так вот, я напросилась сама ездить по всей Архангельской области. Она огромная. Вы знаете, что Архангельская область, по-моему, тянется на 800 километров. И, конечно же, там эти девственные леса бесподобные, которые, я помню, когда первый раз я приехала, мы ещё попали в этот красивейший Плесецкий район. Один из моих самых любимых районов. Мне нравится и Мизенский район, и, конечно же, Пинишский район, Медвежий угол. Это вообще фантастика. Лишуконский район тоже обалденный, как меня там первый раз кормили этой сёмгой, с душком. Знаете, сёмгу с душком специально Лишуконского такого засола. Как-то хочется даже сейчас её попробовать. Так вот, попав первый раз в этот лес шикарный, по-моему, это было Абазерье в Плесецком районе. Там бары в основном. И там беломошники, знаете, наверное. Вот у меня, оказывается, много зрителей оттуда, из Архангельска. Даже, по-моему, из Вельска есть, из Няндамы там. Ну вот, всех я приветствую, я очень рада. Если я что-то, может быть, забыла или перепутала, вы меня поправляйте, потому что я-то уехала оттуда уже давным-давно. Могу что-то забыть или перепутать. Но вот, тем не менее, рассказываю, что я там первый раз увидела тогда, как растут на белом мху белые грибы, боровики. Как вообще растут грибы, как они пахнут, как они выглядят. Я возле каждого гриба тогда, помню, в припрыжку скакала, радовалась. И просто как ребенок. Так вот, я к чему все это вам рассказываю. Оказывается, почему у меня такая любовь к лесу, и почему меня вдруг потянуло уже в возрасте 22 лет опять в лес. Потому что все мы, как оказывается, родом из детства. Так вот, оказалось, что меня мама приехала только рожать в город Новочеркасск, к своей маме, к моей бабушке. А потом она благополучно уехала опять. А куда она уехала? Уехала она в Кундыш, друзья. Так вот, я, получается, с пеленок и до 4 или 3 или 4 лет, я даже толком не знаю, почему-то вот это вот все как-то, знаете, ушло куда-то. Родители не рассказывали особенно. Мы были молодые, не интересовались, глупые всем этим. Сейчас уже и спросить не у кого. Ну, в общем-то, слава Богу, что какие-то сохранились фотографии. Очень интересные. Это просто дети подземелья. Так вот, это именно как раз и был Кундыш. И, судя по надписям на этих фотографиях, на обратной стороне, я и узнала, какой это был год, как называлось это место. И мои воспоминания детские. Вот в 2 года тогда, когда я маме рассказывала, что я помню, что мы жили в каком-то деревянном доме, и у нас были деревянные некрашенные полы и длинные домотканные дорожки такие, знаете, полосатые, которые, я помню, мы с сестрой трясли, взявшись за края, мы их трясли, помогали маме прямо в комнате, вытряхивали эти половики. Ой, не могу анекдот. Вот это я помню. И эти некрашенные полы, когда их моешь, они так пахнут досками. И я, когда маме рассказывала, она удивилась. Она сказала, ты не можешь этого помнить. Тебе было в 2 года. Вот, понимаете, помню. Я помню еще, что любимая моя еда, любимое блюдо, это были жареные грибы на огромной сковородке чугунной с картошкой. Жареные грибы с картошкой. Иногда жареные грибы в сметане. И, конечно же, этот грибной суп. Вот это я помню. Вот это мы ели на завтрак, обед и ужин. Я это обожала. И мне не надоело. Я не наелась до сих пор, называется. Но там грибы, вы понимаете, какие были. Они там были лучшие. Белые. Подберезовики, подосиновики. Ну и если такие для засолки, то, конечно же, грузди, рыжики. Ну, разные грибы. Но в основном вот такие, как бы, королевские. А таких грибов, как я сейчас собираю, они считаются грязь. У меня бабушка говорила, эту грязь мы никогда не берем. Ну что, зачем нужно брать вот эти все сыроежки, опята, это все грязь. Ну, если есть из чего выбирать, то, конечно. Так вот, оказалось поэтому, что я родом из Медвежьего угла. Наверное, как тут сказать? Вот, что я там прожила вот эти первые годы своей жизни. И у меня это отпечаталось очень сильно. Где-то, наверное, на уровне даже подсознания. Потому что меня, вот видите, опять все тянет и тянет в лес. И у меня еще воспоминания такие очень яркие, я помню. Что мы, детвора, там играли всегда в песке, возле домов. Дома тоже были деревянные, но это, скорее всего, какие-то бараки. Я вид этих домов не очень хорошо помню. Я помню очень хорошо, что нас постоянно катал на машине, на грузовике наш сосед. Он обожал детей. У него у самого было, по-моему, четверо детей тогда. Он приезжал с работы на обед. И детвора его уже ждала, потому что знали, что он сейчас нас может покатать. Мы всегда просились. Ой, не помню, конечно, как его зовут. Но мы просились. Можно, можно, можно покататься. Он нас насаживал в кабину этого грузовика. Грузовик, по-моему, самый обычный газик. Газ 51 или как он там назывался? Бортовой. Вот. И вот он сажал нас. Либо в кабину. И я помню этот запах кожаного кресла и мотор этот работающий. Вот этот тоже запах обожаю с детства. А еще помню, что иногда он нас сажал туда наверх, забрасывал с кузов грузовика и потихонечку немножечко катал. И когда мы проезжали, такие деревья огромные вокруг, справа и слева, я помню. Вот это вот солнце пробивается, и такая длинная тень от этих деревьев. И мы едем по дороге. Деревья, наверное, до луны высотой. Ну вот точно. Знаете, есть такое кино, когда деревья были большими. Вот они тогда и были большими в нашем детстве. Кстати, шикарный фильм, когда деревья были большими. Там Никулин, по-моему, играет. Вот, посмотрите, кто не видел. Просто великолепный, хоть и старый. Экскурс я провела с вами в прогулке по лесу, чтобы было более понятно вся эта моя история. Но я опять же возвращаюсь в этот красивейший город Каус. И не все так мрачно было, друзья. Когда мои родители вернулись обратно в Новочеркасск, то, понимаете, фотографии были уже совсем другие. Вот что значит цивилизация? Вот посмотрите. Это мамочка, я в белой шубе, моя сестра в темной и отец. Все уже наряжены красиво. Шубки у нас, помню, были натуральные. И родители такие здесь красавчики. Вот это мы здесь с мамой тоже в Новочеркасске. Это, по-моему, уже мне здесь четыре. Ну, вот как-то так, я не знаю. Я потом стала такая уже белокурая красотка. И всем нравилось, вы знаете. Но интересно еще вспомнить. Такая интересная история со мной, связанная. Вот кто-то тут сказал, что имя Галина вам подходит. Тишина, кроткость. Я знаю, что Галина в переводе с греческого означает тишина и кроткость. Но вот как раз-таки мне оно и не подходило. По поводу тишины и кроткости это было не ко мне. В детстве я, хотя и не плакала в младенчестве, и возилась сама такая тихая, как говорится, себе на уме. Но когда я подросла, вы знаете, я была настолько самостоятельная, я вспоминаю, мама рассказывает тоже, что со мной не было никакого сладу, что я с детства всегда говорила «Ля-ля-ама», что обозначала «Галя-сама». Почему я сказала вот таким басом сейчас вам это всё как бы показало, как я говорила? Потому что я действительно в детстве говорила басом, как хороший мужик. Тоже все этому поражались. Я ходила не спеша в развалку, говорила «Ля-ля-ма» жутким басом. И я помню, что когда мы приезжали к бабушке, к моей бабушке Тони, к отцовой маме, красавице, к сожалению, она рано ушла, в 56 лет всего. Но она была такая рукодельница, и у неё были такие вкусные борщи, что я, вы знаете, вставала ночью. Борщи эти все в кастрюлях хранились под кроватью, потому что холодильников тогда не было. И на холодном полу они сохранялись. Так вот, я вставала ночью, доставала эту кастрюлю из-под кровати, и руками я ела этот борщ, доставала холодную картошку, капусту, и всё это ела. И когда бабушка пыталась меня как бы урезонить, и говорила «Галя, ну что ж ты делаешь? Давай я хоть тебе разогрею!» Я говорила «Ля-ля, ама!» И продолжала есть, испортив, конечно, весь этот борщ, залезая туда руками по локоть, когда была совсем маленькая. Вот это всё вспоминают мои родители. Почему я ела холодный борщ, мне непонятно. Но вот самое интересное, то, что и сейчас, спустя 60 с лишним лет, я также люблю есть из кастрюли холодный борщ. Вы не поверите. А вот когда его разогревают, он мне нравится меньше. Единственное изменение, что сейчас я, конечно, уже его ем не руками. Но вот ещё раз подтверждает то, что мы все родом из детства. Ещё одну старинную фотографию я хочу вам показать. Это моя другая бабушка. Её звали Павлина. Очень необычное имя. И вот она здесь с моей мамой. Это 34-й год. Мама малюсенькая тоже. Сколько ей тут, наверное, годика два. И я помню, что моя свекровь, мама моего мужа Жени, отца моей дочери Даши. Ох, как это всё сложно рассказывать, конечно. Так вот она, когда она приезжала, моя свекровь, когда она приезжала в Новочеркасск из Архангельска, она Архангелогородка, вернее, даже сказать, что она родом из Шенкурска. Архангелогородцы должны знать. Так вот, она очень любила приезжать на юг. И она впервые уже вот приехала, когда ей было за 50 лет, первый раз выехала на юг. Она была в восторге, конечно, от города Новочеркаска. И вы знаете, она стала сразу смотреть старые фотографии. Когда мы ей показали все фотографии, она всё недоумевала, на кого я похожа. Всё время говорила, на кого похожа Галина. Она не похожа ни на кого из своей семьи, ни на маму, ни на отца, ни на сестру свою. Просто девочка чужая. И потом, когда она увидела фотографию бабушки Павы в молодости, она сказала, «Ах, так вот, ты похожа на свою бабушку Паву. Такая же красавица необычная». Ну, а история моей бабушки Павы, она ровесница века, 1900 года рождения. Ещё одну старинную фотографию вам показываю. Вот здесь моя бабушка, 7 лет ей здесь. Это 1907 год. Это мои прадед и прабабушка. Вот такие вот фотографии, которыми я горжусь в нашем семейном архиве. Вы видите, что мои предки были достаточно зажиточными, судя по одежде. Бабушка Пава, она училась в гимназии. И в то время это могли себе позволить только очень зажиточные люди. Судьба их всех сложилась очень трагически. Но это уже совсем другая история. Я вернусь всё-таки поближе к себе и к своей семье. С моей сестрой Танюшей у нас прекрасные отношения. Я до ковида ездила постоянно в Новочеркасск, а значит к ней, потому что больше мне там остановиться уже не у кого. Это фотография 2018 года. Паттайя, Лагуна Бэй. Это тоже в то же самое время Паттайя. Не очень хорошая фотография. Это мы встретились на нейтральной территории тогда. Она прилетела в Паттайю из Новочеркасска. Я прилетела из Англии. Встретились на нейтральной территории. Сестра моя у меня никогда не была в Англии. Очень хочет побывать. Но проблема с визой, как вы знаете, всё это тормозится уже давным-давно. Когда мы были с ней в Таиланде, в Паттайе, целый месяц. Это было январь месяц, моё день рождения. Там праздновали. Покажу фотографии. Я хочу сказать, что кто хочет посмотреть поподробнее, и даже есть видео с моей сестрой, как мы с ней жили в Лагуна Бэй, я вам сейчас вот, когда выходит наверху видео, ссылочки на видео, то это не просто так, а они как раз связаны с тем, о чём я в данный момент говорю. Просто кликайте на эту ссылочку, чтобы она не исчезла, а она будет открываться в другом новом окне, и вы сможете продолжить как это видео смотреть, так и потом уже вернуться к тем вставкам. Чаще всего эти видео получаются, как продолжение истории, о которой я говорю в данный момент. Это 2012 год. Мой приезд уже, будучи в Англии, я приезжала в Новочеркасск. Вот моя сестра, справа её сын Борис, и его жена Анечка, вот там вдали, и я также точно. Ещё одна фотография. 2017 год я приезжала. Это день рождения Таниной внучки Веронички. И это всё семейство моей сестры. Её дочь Катя с мужем и с детьми. Справа вот они. Её сын Борис в красном слева. Тоже с женой и с детьми. И сваты все здесь. Это 1998 год. Вот приезд мой уже к мамочке с отцом в дом. Они здесь были ещё живы, конечно. Вот мама, моя сестра, отец наверху. Дальше я. Это бабушка внучатая. Дальше дочка Катя, дочка Даша и сынок Боря. Все наши детки. К сожалению, все мы тут в халатах по-домашнему. Как-то не подготовились к съёмке. Дальше 2000 год. Это свадьба Танина и дочери Кати. Вот здесь Даша моя в розовом платье стоит. Красавица. И держит за плечи меня и сестру. Там мама. Справа не очень хорошо вышла, глаза закрыла. И слева Танин муж. Володя. К сожалению, фотографии, которые я вам показываю, это всё, что я смогла выцарапать, и всё, что я смогла добиться от своих родственников, чтобы они мне сюда прислали, переслали. Вы знаете, вот, ну я же говорю, что фотографий у меня много, но они все вот чем в доме там остались. Здесь в шкатулочке закрыты, в ящику спрятаны. Никто их уже без меня там не найдёт. Все эти фотографии тащить сюда, конечно, я не могла. Поэтому вот показываю то, что есть, то, что просили. Я уже тороплюсь, потому что чувствую, что я вас уже утомила, а я ещё не сказала о своей дочери и о её семье. Конечно же, это тоже интересует моих зрителей. И вот я показываю. Это дочь Даша со своим мужем, с Андреем, и её двое детей, моих двое внуков Андрюшка и Див. Фотография 2015 года. Новый год, вы видите, ёлочка. Это профессиональная фотография, очень мне нравится. Ну и здесь, конечно, ещё маленькие совсем мои внуки. И вот здесь они поближе. Андрюшка и Див. Красавчики. У меня всего двое внуков, как вы понимаете, и одна дочь Даша. Но о ней рассказать и о наших отношениях с ней на сегодняшний момент. Подробно рассказать о моих внуках. О внуках, когда я последний раз их видела, я думаю, что сегодня всё уже я здесь комкать в одном видео не буду. Поэтому, друзья, ещё одна часть моего видео, для тех, кто интересуется, для тех, кого я не утомила всеми этими подробными рассказами, моё видео будет вскоре для вас. Я буду, знаете, на что ориентироваться? На количество просмотров ваших и на количество комментариев. Вот, кстати, моё первое видео меня озадачило своими комментариями, когда я сказала, что я родилась перед днём Татьяниным. И оказывается, что мою сестру уже назвали Татьяной. Все почему-то написали, не надо обижаться, а вот сейчас как вы относитесь к своей сестре. И бог знает что. Но, понимаете, даже мне было смешно читать, и я даже немножко затормозилась с этой второй частью своего видео, потому что я, честно говоря, опешила. То, что я никогда ни на кого не обижалась, а тем более, как меня назвали, это я только сейчас уже стала рассказывать вам, стала для себя всё это анализировать. анализировать совсем недавно. И никак это не могло повлиять на мои отношения с моей сестрой Танюшкой, которую я люблю, и которая любит меня, и с которой мы постоянно на связи. Поэтому я хочу дождаться всё-таки ваших комментариев. Я посмотрю, понравилось ли вам это видео по вашим просмотрам. И тогда уже решу, стоит ли мне продолжать дальше эту тему. Ну, а на этом я с вами, друзья, прощаюсь. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. И я хочу поздравить вас со Старым Новым Годом. Надеюсь, вы празднуете Старый Новый Год. Я извиняюсь также за то, что я задержалась со второй частью моего видео. Лучше не обещать никогда. У меня не получается сдерживать вот такие вот сроки. А у нас на экране яхт-клуб города Каос, где стоят на причале огромные красивейшие яхты, лодки, парусники. Вот так вот они здесь отдыхают зимой. Друзья, всего вам доброго. Ещё увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...